Коллеги, добрый день. Начиная отчетную пресс-конференцию ГИСКООО по делам держит свои общественные инициативы станции Кайков по результатам проекта станции «Регион». Цель проекта – поддержка временно перемещенных лиц, которые проживают в Кайковской области. Для этого, когда с помощью идеального группы в Изюме, открыты четыре отделения в частях Кайковщины, организованных и модельных бригадах в Изюме, в районе Тучукуеве. Бригады проезжали по расписанию благодарённые населённые пункты области и бесплатно конструкцировали граждан по юридическим и психологическим вопросам. Подробнее о проекте расскажут наши спикеры. Это Анна Гирвас, специалист по защите управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Кайкове. Алиса Менецева, координатор проекта станции «Регион». Любовь Скоробогатых, администратор пункта станции «Дана» в Куперске в Угловом, районное отделение станции «Кайковки». Алиса Менецева, координатор проекта управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев работает в Украине с 90-х годов. И, конечно, с начала этого конфликта мы стали активно помогать внутренне перемещенным лицам и другому пострадавшему в результате конфликта населению. С основным акцентом на Восточную Украину. Здесь, в Харькове, у нас работает полевой офис, который покрывает Харьковскую область и северную часть Донецкой области. В апреле прошлого года мы совместно с коллегами, некоторые из которых присутствуют сегодня здесь, проводили совместную оценку потребностей внутренне перемещенных лиц, которые были размещены в городе Харькове. И были выявлены части их потребностей, которые мы решили для себя будут необходимо ответить на них какими-то конкретными действиями. В частности, одни из таких проблем, которые были нами выявлены, это недостаток доступа к информации. Как мы понимаем, что необходимо иметь доступ к информации для того, чтобы знать о своих правах и иметь возможность их использовать. Поэтому мы решили, что нам необходимо поддержать такой проект, в рамках которого внутренне перемещенные лица, проживающие в Харьковской области, смогут иметь доступ к информации. Однако здесь мы столкнулись еще с одной проблемой. То, что зачастую помощь, которая предоставляется различными организациями, сконцентрирована в Харькове, в одном большом городе. И нам хотелось, чтобы эта помощь была предоставлена по всей территории Харьковской области, для того, чтобы те, кто проживает в регионе, также могли иметь доступ к консультациям, к необходимой информации, к необходимой помощи. Поэтому в рамках проекта «Станция регион» с нашими коллегами «Станция Харьков» мы поддержали пункт в Изюме, а также открыли пункты в Балаклее, пункт Чугуеве, в Купенске-Узловом и в Барвенково. Во всех этих пунктах предоставлялся доступ к консультациям, то есть доступ к информации, доступ к психосоциальной поддержке, доступ к юридическим консультациям. Также эти пункты существовали и существуют как те пункты, где люди могут прийти за различным комплексом услуг, получить какие-то советы, получить гуманитарную помощь. На базе этих пунктов проводились и проводятся до сих пор интеграционные мероприятия для того, чтобы те, кто приехал жить в Харьковский регион, стали потихоньку вливаться в громаду Харьковской области. По результатам с июля месяца были достигнуты достаточно хорошие результаты. Количество информационных консультаций, которые были проведены, это более 26 тысяч, а именно 26 358 информационных консультаций. Это по всему Харьковскому региону. Количество юридических консультаций, проведенных практически почти 6 тысяч, это 5 914. И психосоциальных консультаций это 2671. Необходимо подчеркнуть, что за каждой этой консультацией, за каждым вопросом стоит человек с какими-то определенными своей историей, своими вопросами. И, конечно, мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они позволили этим людям решить какие-то свои вопросы, для того, чтобы они могли себе обеспечить нормальное проживание в Харьковской области, в связи с этим конфликтом. Я думаю, что уже подробнее о каких-то конкретных рамках этого проекта расскажут коллеги из станции Харьков. Я думаю, что в принципе все очень подробно рассказала Аня. Спасибо большое. Это опять говорит о том, как мы плотно сотрудничаем. А я бы хотела остановиться на одном интересном нюансе, потому что более подробные истории юридические, и которые у нас включаются на пунктах, я думаю, расскажут наши коллеги из Купенска. Я бы хотела просто обратить внимание, что, во-первых, это, можно сказать, сеть у нас организована сейчас, и это довольно эффективно работает. То есть мы имеем возможность массово, комплексно оказывать поддержку переселенцам на местах. Как говорила Аня, это информационная, юридическая, психо-социальная адаптация. И хотелось бы, конечно, отметить, что непосредственно направление гуманитарной помощи, которое мы стараемся также реализовывать, и которое остро стоит непосредственно вопрос в региональных пунктах. Например, сейчас одним из направлений, скажем, волонтерской деятельности в рамках этого пункта, это идет проведение новогодних праздников, новогодних утренников на каждом пункте. Нам удалось, опять-таки, совместно с УТБ ООН организовать подарки, и еще благодаря другим хорошим людям. И уже стартовались 25 января у нас праздники, уже более 10 утренников было проведено. Вот, и мы на этом не собираемся останавливаться. И что еще хотелось бы сказать, я просто очень коротко. У нас была такая идея, все-таки попробовать промониторить ситуацию с переселенцами на местах. То есть вот в пяти пунктах, а также наши мобильные бригады, когда ездили по населенным пунктам, предлагали людям добровольно заполнять анкеты. Ну, мы их назвали так, это мониторинг и дискриминация переселенцев в Харьковской области. И, в принципе, вот у Юлии Пименовой есть результат этого мониторинга, с ним можно будет ознакомиться. Так, в принципе, если очень коротко, то можно сказать о том, что у нас есть ряд областей, ряд регионов. Их пока немного, это хорошо, в смысле их всего немного, это очень хорошо. Это три всего региона, где, в общем-то, есть проблемы с исполучением, например, таких, в общем-то, услуг, как справка переселенца. Есть такие, и есть, в общем-то, не очень хорошее отношение к переселенцам. Например, были названы Изюм, Купенск и Волчанск. То есть вот такие вот есть у нас наблюдения. Все подробно расписано, это можно будет ознакомиться. А я хотела бы тоже послушать истории, да, и истории тоже, которые вот наши люди, наши сотрудники и наши волонтеры, которым запомнились они, они тоже есть у Юлии Пименовой, можно будет их с собой взять. Пожалуйста, Любовь, Скорб, да? Здравствуйте. Ну, начну, наверное, с того, что вот эти полгода проекта, полгода нашей работы, все-таки пролетели незаметно, вроде бы как один день, вроде только все началось. И все-таки ситуации, которые действительно происходят в районах, это с гуманитарной помощью, с психологической, это было недоступно, недоступно в области, недоступны были юридические услуги. На данный момент у нас каждый переселенец, каждый местный, так скажем, человек может обратиться в наш центр, где он получит достойную консультацию, как выйти из какой-то ситуации. Вот, далее, получить квалифицированную помощь психолога, если какие-то проблемы, получить помощь юриста. По запоминающимся, так скажем, случаям, они у нас все запоминающиеся, каждую семью, практически каждую, мы знаем ее историю, как они уезжали, убегали. В общем, с ними мы проживаем вот это вот, что с ними случилось, и помогаем также выйти из этой ситуации. На данный момент у нас как бы все сложено, все хорошо, скажем так, семьи более уверенно чувствуют себя, они знают, что они в любой момент обратятся в центр, они получат эту помощь. Олег, вот я предлагаю вам рассказать, как феористику, по каким вопросам люди обращаются. Вопросов, здравствуйте, извиняюсь, вопросов на самом деле было очень много за эти полгода. К каждому переселенцу мы стараемся, ну, команда нашего пункта, стараемся относиться комплексно, потому что переселенцы – это, скажем так, специфическая категория граждан, люди приезжают напуганы, закрыты. То есть, когда он обращается на пункт, мы стараемся побеседовать, узнать все его проблемы – психологические, юридические, гуманитарные. Зачастую люди сами не приходят и не рассказывают о своих проблемах, потому что они считают себя беженцами, изгоями, что никому они не нужны. Мы стараемся переубедить людей, что они полноценные члены общества, граждане Украины со всеми правами, обязанностями. Пытаемся при проведении консультации не просто дать качественную консультацию, а подойти к этому вопросу более глубже. В отличие от, допустим, платных юридических консультаций, мы не пытаемся набить себе цену, либо увеличивая сложность или сложность проблемы. Мы пытаемся с человеком разобрать суть проблемы, какие есть возможные варианты решения ее, какими законодательными нормативно-правовыми актами регулируется данная проблема. Вместе с ним разобрать ее, как можно решить ее, какими способами, в чем именно проблема, объяснить, что не человек является причиной данной проблемы. Поэтому, если человек обращается, мы, как правило, распечатываем ему законодательное, о котором он может сам изучить. Ну, потом очень приятно, по данным случаям, когда они приходят с удовольствием, рассказывают даже, хвастаются, что я пришел на консультацию, я смог уже ответить на вопросы, которые возникли в ходе. Не просто пришел, сказал, я был у юриста, и мне рассказали, надо делать так. Он может уже полноценно беседовать с представителями тех же государственных учреждений, где у него возникают проблемы, и аргументированно давать на дополнительные вопросы, возникающие в ходе защиты своих прав. С какой проблемой? Проблем было очень много. С проблемами люди сталкиваются на всех фазах, от приезда до... С какой? Начинается проблема, первая проблема, скажем так, у нас было получение справки переселенца, регистрация в качестве переселенца, получение адресной помощи. У нас в Управлении труда и социальной защиты, ну, были моменты неприятные, когда людей просто отправляли, люди приезжали из зоны АТО. Ну, была, допустим, проблема такая, как люди приезжали не с территории неоккупированных, подконтрольных Украине, ну, им показывали список, брали список неоккупированных территорий, показывали, вот, вашего города здесь нет, извините. Пришлось ездить, разговаривать, общаться, что должны в данном случае руководствоваться не списком населенных пунктов оккупированных, а списком населенных пунктов, находящихся на территории проведения зоны АТО. Также проблема была, изначально при регистрации людям надо было предоставлять справку с места жительства, нового места жительства, как переселенца. Потом эта норма была удалена из законодательства, и, то есть, человек должен прийти просто сообщить, где он живет, а проверять, и его место жительства уже входит в компетенцию органов соцзащиты и миграционной службы. Ну, продолжали, и иногда до настоящего времени отказывают людям без предоставления данной справки, ну, мы пытаемся эти вопросы решать. В миграционной службе было много вопросов по восстановлению документов, даже некоторые вопросы до сих пор еще у нас выйдут в процессе решения. Люди приезжают совсем без документов, приезжают, скажем так, люди, которые даже не могли, своевременно не задокументированы были паспортом Украины, они еще советским паспортом были. Есть люди, которые приезжают с маленьких сел, которые не могут подтвердить свою личность, некому подтвердить ее. Прописки. Есть проблемы, вот дети растут, люди уже по полтора года здесь, исполняется 16 лет ребенку, он получает паспорт, ему не могут поставить прописку. Ну, вопросов было очень много. Подтверждение статуса матери-одиночки, возмещение социальных выплат, то есть человек был на территории оккупированной, сюда приезжает, за те месяца ему говорят, вези справку какую-то оттуда, что ты там не получал выплаты. Человек этого делать не может и не должен этого делать. Ну, пытаемся мы все довести до людей, все-таки и органы, которые, не знаю, по каким причинам пытаются ставить какие-то, ну, возникают проблемы в общении, в обращении к этим органам. Ну, по мере сил мы все это решаем. Ну, скажем так, люди... А много людей прошло через ваш... Много. Прошло через наш центр, прошло где-то по около трех тысяч общих консультаций, около 500 консультаций было у юриста, и там где-то такое же количество у психологов. Спасибо, Каин. Может быть, давайте перейдем к вопросу? Сейчас все. Хорошо, мы сделаем. Да, пожалуйста. Здесь еще добавлю просто. У нас вот такие тоже стуки есть, и вот эту тему, в принципе, о консультациях юридических мы специально как-то сделали, ну, любим мы всякие графики и диаграммы, уж извините, пожалуйста. Вот, и, собственно говоря, вот, как раз отвечаю на ваш вопрос, то есть самое важное, что, в принципе, с чем приходят к юристам, это, в принципе, права переселенцев. То есть, что люди могут получать, куда много счастья, и прочее, 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 прочее. А вот, то есть, как оформлять выжат, и это, если, скажем, нет проблем. А дальше начинается более подробное разъяснение, правда, если какие-то там вот уже случаются нетипичные случаи. Дальше, вот, получение пропуска в зону АТО, это я поубывающе называю вопросы. Оформление субсидий, оформление социальной выплаты, вопросы с недвижимостью, которые, в принципе, у нас пока не решаются. То есть, недвижимость, разрушенное жилье в зоне АТО, то еще вообще никто не знает, что с этим делать. Вот, опять-таки, оформление адресной помощи, это, если нужно, потому что государственная помощь, она существует, и очень мало людей, в принципе, они не знают. Оформление пенсии и компенсацию не выморачивают, это все возможные проблемные случаи, когда не начисляют социальные выплаты. То есть, это вот такой вот топ-рейтинг. А вот, да, можно выточнить? Вы сказали, перечислили города, в которых были проблемы в Харярском регионе. И вот два из них, если я не ошибаюсь, Изюм и Купенск, это те города, в которых достаточно много веселиться. Да. И в которых расположены те же пункты в помощи. Вот с какими проблемами все-таки больше там столкнулось? Потому что они, получается, с одной стороны, там было много переселенцев, а с другой стороны... Юридически, вы имеете в виду? Или в принципе какие-то? Вообще, да. Давайте говорить, наверное, называть вещи своими именами. То есть, ну, например, в Купенске, извините, не в Купенске, в Изюме, одна из проблем, это нет большого желания местных властей решать вообще какие-либо проблемы переселенцев. Это касается всем сверху. Более или менее работают опять-таки центры занятости. Но, я боюсь ошибиться, но когда мы последний раз интересовались, в принципе, вакансиями, это было два месяца назад, на Купенский район с численностью 25 тысяч зарегистрированных переселенцев, официальные данные, 4 вакансии. Ну, например. То есть, ну, да так, несопоставимо немножко. Что касается УТСЗНов, то есть, если случай не проблемный, все документы в порядке, то более или менее там, ну, первый, второй, третий день справку получают. Если, не дай бог, какая-то, ну, допустим, ситуация конкретно из Изюма, обратилась женщина к юристу на пункт в Изюме с тем, что, боюсь ошибиться, 6 месяцев не могут перевести ее пенсионное дело электронное с Мариуполя в Изюм. Ну, не могут. Вот пока не вмешался юрист, пока не направил запрос, пока не начали пинать там пенсионный фонд, не передавали. Электронный, ну, то есть, 21 век. Вот, после этого, как бы, и вот, вот, все равно вот так, и так во всем. То есть, на местном уровне, чаще всего, да? Да, конечно. Можно вас сразу уточнить, вот, насколько, получается, это пограниченные города, Изюм и Купенск, понятное дело, что они стали такой буферной зоной, и, в принципе, эти зоны, где тяжело было найти работу, потому что ее и до местных. Совершенно верно. Насколько люди готовы были уезжать из этих городов, где к ним не очень хорошо относились, и переезжали подальше? Не очень хорошо относились, если вы посмотрите, там небольшой, в принципе, процент людей на это жалуется. Нет работы, не очень хорошо относились, вот, в комплексе. Я думаю, что, на самом деле, процентовка, она практически такая же, как везде. Есть часть людей, которые готовы начинать с нуля, готовы что-то делать, готовы браться. Для них, вот, в помощь идут все различные программы по самозанятости, трудоустройству и прочему, и от Момы, и от Каритас, и от Ведроджиня. То есть, кто хочет, тот устраивается. И есть всегда процент тех людей, которые приезжают и, ну, которые хотят жить на готовом, и если у них это не получается, они уезжают. Анна, можно вопрос еще к вам? Вот, если вы мониторили, то в регионе, где меньше всего в Харьковской области находится? Дело в том, что у нас есть мобильные бригады, которые функционируют, да, в рамках проекта станции Харьков. Также мы осуществляем координацию работы мобильных бригад нескольких организаций, которые предоставляют эту работу по Харьковской области. И действительно, есть несколько таких районов, когда приезжают мобильные бригады, они или не выявляют, или выявляют очень маленькое количество внутренних перемещенных лиц. Я вот тут, как Алиса подсказывает, дворечанский район, но, честно говоря, там нужно поднять, посмотреть данные, чтобы точно ответить на этот вопрос. Но, в принципе, в том или ином количестве внутренние перемещенные лица, в принципе, есть везде. Просто разные бывают числа, да, это или до 100 человек, или мы говорим там о 20 тысячах, например. То есть это совершенно разные потребности, совершенно разное количество людей. На самом деле, по географическому, смотрите, все, что от Донбасса к Харькову, то есть восточная область Харькова, это просто обусловлено географическим. Они как ехали, так и оседали. Там больше концентрация, причем чем западнее, тем меньше, в принципе. То есть вокруг Харькова еще наблюдается, потому что недалеко от Харькова. А что касается западных, вот как я сказала, по-моему, Краснокутский, да, там, в принципе, по-моему, 80 человек зарегистрировано официально на весь район. Но я боюсь ошибиться, потому что я давно не смотрела эти данные. Вопрос, господин Олег, у меня был вопрос к вам. Вот когда вы говорили о консультациях, понятно, насколько вам удается осуществлять юридическое сопровождение. Потому что, ну, проконсультировать не так, что, ну, бывают ситуации, когда человек сам физически трудно пойти с документами. Есть ли сейчас у вас, в Кубинском районе, возможность осуществлять такое юридическое сопровождение проблемных людей? Юридическое сопровождение на уровне государственных органов, организаций. Пойти по инстанциям мы занимаемся вместе с людьми, которые не могут самостоятельно, либо не могут физически, либо им нужна помощь на месте, просто как консультационная. Мы занимаемся этими вопросами. Что касается вторичного сопровождения дел в суде, то этим занимается главной наш офис станции Харьков в Харькове. Мы передаем, потому что там юрист один, и как бы надо быть на месте каждый день. И вопросами этим занимается наш главный офис Харькова, станции Харьков. Еще один вопрос. Я столкнулся с тем, что возникают проблемы при оформлении жилья договора на долгосрочную аренду. Проблемы бывают при покупке жилья, тоже с документами, с каким-то. Приходилось ли вам с таким сталкиваться? И если у вас есть опыт решения вот таких вопросов, в частности, аренда, договора долгосрочной аренды жилья, как вы это решаете? Ну, долгосрочная аренда жилья, вообще аренда жилья, это очень проблемный вопрос. И тут проблема, скорее, в местных жителях. Они просто даже не идут на основные составления договоров. Люди пытаются их оформлять, пытаются оформить потом субсидию, которая многим положена. Ну, у нас, понимаете, мы ведем работу с местным населением, разъясняем, что в этом нет ничего страшного и тоже оплата того же налога за аренду. Ну, проблема эта пока остается. Мы с этим занимаемся, но она еще есть. Еще вопрос один. По поводу дальнейших действий, скажем так, ну, наверное, по вопросу, крайне даже вам вопрос. Нужный проект, важный проект? Дальше, как ваше сотрудничество? Спасибо вам за вопрос. Очень важный вопрос, думаю, интересует очень многих. Действительно, проект очень нужный, очень важный. Мы видим по результатам, какое большое количество людей было охвачено в рамках этого проекта. И мы узнаем на ежедневной основе, что все больше и больше людей узнают об этих пунктах и обращаются туда за помощью. Поэтому количество мы видим информационных консультаций, юридических, оно, в принципе, значительно не меняется. Остается потребность в них. У нас был конкурс проектов на 2016 год. Он закончился 17 декабря, если я не ошибаюсь. Сейчас принимается решение, то есть рассматриваются все полученные заявки. Я знаю, что наши партнеры станции Харьков тоже подали свою заявку. И результаты будут оглашены в ближайшее время, будет уже понятно. Но мы надеемся, что это сотрудничество продолжится, конечно. С вашего позволения, Анна, теперь вопрос у меня к вам. Не обижайтесь, крайне плохо. Уже полтора года, если не больше, идет проблема временно перемещенных лиц. Все им помогают, это замечательно. Все им дают гуманитарную помощь и рассказывают, как надо сидеть и получать пособия. Есть ли проекты, которые уже запущены по их вживлению в новые регионы? Рабочие места, не поход на биржу труда, что там есть, а там ничего нет и быть не может. А создание, стимулирование. Вот эта сфера как-то задействована, вот в течение года прошел, мы вообще говорим о 2015 году, какие есть проекты реально? Спасибо вам большое. Я считаю, что это очень-очень важный вопрос, который вы подняли, он действительно очень важный. Мы для себя приняли то же решение, что в 2016 году нам необходимо отходить от предоставления гуманитарной помощи как таковой, потому что мы действительно переходим к поиску долгосрочных решений. В нашем понимании долгосрочные решения это или информативное, обоснованное решение, или возвратиться куда-то, или уже интегрироваться в громаду. Поэтому на следующий год, особенно когда был конкурс проектов, это было одно из приоритетных направлений. Это какие-то, как вы как раз подчеркнули, поиск рабочих мест, вживление, создание. Здесь будем работать в комплексе опять же с партнерами, чтобы посмотреть, что мы можем сделать. Потому что, безусловно, основная ответственность за проблемы внутренних перемещенных лиц, за их решение лежит на плечах государства. Со своей стороны, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев готово оказывать любую поддержку, которая необходима государственным органам в этом. Поэтому мы будем здесь работать как с государственными органами, так и с гражданским обществом для решения этих проблем. Но опять же, на следующий год для нас это особенно... То есть у нас будет основной акцент на контактную линию, на серую зону. А что касается вне, основной акцент именно будет на долгосрочный, поиск долгосрочных решений. Я позволю себе ответить. Можно ли предполагать, что агентство будет все-таки пытаться воздействовать на правительство, на местные органы власти с целью, чтобы они стимулировали создание рабочих мест именно для вынужденных переселивцев? У нас действительно есть специальные сотрудники, которые занимаются лоббированием интереса внутренних перемещенных лиц как на национальном уровне. И эти вопросы у нас всегда затрагиваются. Потому что мы прекрасно понимаем, что человек, переехавший в другую часть страны или даже в рамках одного региона, что без работы практически невозможно обеспечить себе ни жилье, ни нормальное проживание. Поэтому, опять же, это один из приоритетных вопросов. Мы действительно будем лоббировать и государственные органы по этому вопросу тоже. Продолжение этой темы. Что-то изменилось, потому что эта проблема возникла, скажем, весной 2014 года. Она продолжается. Нам будет продолжаться, к сожалению, дальше. Как ведут себя государственные структуры? Как себя вы хотите поменять? Есть какие-то действительно серьезные подходы, чтобы временно перемещенные лица стали уже не временными, а уже полноценными жестками? Спасибо вам тоже за вопрос. Спасибо вам тоже за вопрос. Спасибо. С этой стороны мы, опять же, оказываем поддержку, будем проводить комплекс какие-то интеграционные мероприятия. Я думаю, что это работа, которую будут, несмотря на то, что основная задача лежит на плечах государства, это работа, которая будет решаться в комплексе с привлечением, в первую очередь, внутренне перемещенных лиц, самих их, потому что без них невозможно искать пути решения их же проблем. С гражданским обществом, которое является нашими партнерами, с какими-то агенциями ООН и в комплексе вместе с государственными органами. Спасибо вам большое. У меня вопрос к Воле и Олегу. Я знаю, что вы сами переселенцы. Вопрос состоит из трех частей. Скажите, пожалуйста, когда вы выехали, почему вы выехали, и по какой причине вы стали, собственно, волонтерами, потому что вы работаете в центре, хотя и в этой самой большей части. Ну, начнем, наверное, с того, что когда мы выехали, мы выехали в середине июля 2014 года. Выехали по одной такой большой причине, потому что, как бы, рядом и шли бои. Не было воды, так скажем. Семь месяцев беременности, восьмой месяц. Вот. Первый роддом за 100 километров. И вот так, как-то спонтанно собрались и уехали. По какой причине волонтерами стали? Волонтерами стали. Ну, тоже такая история, она длинная и интересная. С чем столкнулась в первую очередь я? Это то, что я не могла получить справку переселенца. Одни знакомые подсказали съездить на станцию Харьков. Я съездила на станцию Харьков, где мне рассказали, как получить справку переселенца. Когда я получала справку переселенца в Купинске, оформляла ее, были такие же переселенцы, как я, которым не давали ее. Вот. И я начала консультировать людей, они начали так же, вот, по моим, как бы, ступенечкам идти и получать эти справки. Далее свел наш случай с Мариной Алферовой с Изюма, где от Марины была предложена помощь собрать семьи и, как бы, будет привозиться гуманитарная помощь и раздаваться. И как-то вот с этого все началось. И началось оно как-то с одного дня, и мы просто вот стали волонтерами. Даже не задумываясь того, что мы волонтеры, мы об этом не думали. Мы просто помогали таким, как мы. Олег Владимирович свою юридическую помощь оказывал до проекта, ездил с переселенцами, получал им справки, помогал, все это было до проекта. В двух словах столкнулись сами с проблемами, начали, получается, решать у самих поначалу. Ну, решили помогать людям, которые рядом были сначала, просто знакомые, тоже обращались, которые рядом живут, все равно общались с ними. Ну, и потихоньку потом появилась станция Харькова. Нас поддержали, спасибо ему большое, и нас, и всех переселенцев, потому что в Купенске практически никто не занимался плотно этими вопросами. Особенно юридическая, психологическая помощь вообще никто не занимался. Ну, а люди просто, ну, скажем так, безысходность была. Они пошли, не получилось, они пошли домой, сидят без помощи. Ну, не получилось, не получилось. Сейчас многие уезжали, многие возвращались даже во время введения активных боевых действий, возвращались в зону АТО. И с детьми. И с детьми, и сами, да, потому что не было никакой поддержки, некуда было обратиться. Ну, тут, конечно, инициатива была от нас, но поддержал на станции Харькова очень сильное помещение, и все, 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 что у нас есть, это организовала станция Харькова. ВКБ ООН, при поддержке, естественно, ВКБ ООН, да. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Если вопросов нет, мы тогда заканчиваем пресс-конференцию. Спасибо вам большое за то, что делаете, вам и удачи. И надеемся, что в 2016 год мы все знаем. Что-то другое. Можно еще? Хотел бы еще поблагодарить станцию Харькова за то, что сейчас они являются нашими партнерами в программе подготовки в зимних. То есть по Харьковской области мы будем предоставлять финансовую помощь около 1650 семей. Это от 6 до 8 тысяч гривен на именно то, чтобы люди могли пережить эту зиму, закупить необходимые для них товары, вещи. То есть в зависимости от того, что им нужно оплатить коммунальные услуги. То есть это на то, чтобы пережить зиму. Тут может быть по-разному. Те, кто живут в каких-то квартирах, например, им это будет дополнено помощь в выполнении, может быть, коммунальных услуг. Или же покупка каких-то одеял или обогревателей. Те же, кто живут в частных домах, возможно, это тоже или коммунальные услуги, или закупка твердого топлива. То есть здесь это именно помощь направлена на подготовку к зиму. И как раз она будет осуществляться у нас тоже уже в январе. Мы будем выдавать эти карточки благодаря тоже на пунктах. Сколько семей? 1650 домовых денег. Это от 6 до 8 тысяч кривен в зависимости от состава семьи. В данный момент мы сейчас, правда, там уже были поданы списки различными партнерскими организациями. Сейчас мы их все проверяем. То есть там есть определенная форма. Проверяем с другими организациями, кто уже, возможно, получал какую-то помощь от других наших партнеров, для того, чтобы, опять же, эта помощь была передана именно тем, кто не нуждается, наиболее уязвимым людям. И мы стараемся в этом именно следовать всем шагам, чтобы действительно доставить помощь тем, кто не нуждается. Я бы хотела добавить, что действительно сейчас станция Хайков обзванивает людей именно станции Хайков, потому что у нас была всегда позиция очень жесткая. Никаких данных по телефону не давать, но это мы звоним. Честное слово. У нас народ весь в перепуганной западе. Как вас не верите от одной станции Хайков? У нас есть очень простой механизм. Все наши люди, которые, в принципе, нас знают, знают наш горячий номер, можно перезвонить и проверить, если этот человек в базе подготовки к зиме, и кто из конкретных волонтеров запретен позвонить ему. Поэтому такой простой механизм, в принципе, проверки. Но, правда, мы звоним. Нас 20 человек, и мы, конечно, за прошлую неделю перепугали всю Харьковскую область. Просим прощения, но это все нужно проверить. Конечно, все информации. Спасибо. Спасибо большое.